Идущий на профит, приветствую тебя, привет, друзья, дамы и господа, рад вас всех видеть, лайк, подписочка, ну это просто не обсуждается, лайк нажали, подписочку кликнули, коментосик написали, ну чё сложного, и чё непонятного, всё понятно, погнали. Крипта, ну чё у нас опять, локально, о, кстати, прям как вчера, опа, 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 оп, оп, видали как, оп, прорисовал, позвонил на бюджет сме, сказал, давайте-ка мне такой рисунок. Ну блин, тоже они срисовать не смогли полностью, но плюс-минус, короче, идём рваными движениями, в общем и в целом, как бы ничего хорошего, вот от этого свинга не ожидал, думал дадут, ну побольше, хотя бы там 33, потом со сками, даже этого не дали, вот, в общем, чё, так и будет нас продолжать колбасить, да, согласно вот этим 200-дневным циклам, согласно которым у нас сейчас крипта, осень, после которых начнётся лютейшая криптозима, поэтому единственный вариант сейчас это спекулировать, копить деньги и в течение там следующих 500 дней откупать. У нас ещё будет очень много времени, почти год с лишним, да, чтобы купить, откупить крипту снизу. Вот, а сейчас пока просто спекуляции. Рэндж неплохой, как бы от верхних и нижних границ можно, как бы, работать. То же самое, как и в прошлые года, поджим, да, очень сильно, пускай, хотите назовите треугольник, сложными пробоями, думаю, сюда вот ложно тоже могут зарядить, то есть сложный пробой наверх и вот так вот, потом ультрском, ну, короче, там, чё угодно может быть. Вот, поэтому ничего интересного глобально нету, институционалы неделю назад уже, всю неделю, или сколько там, две недели институционалы шортят. Кстати, сегодня пятница, завтра суббота, должны приехать новые отчёты по институционалам, посмотрим, набирают ли они шорты, закрывают ли лонги, но сейчас видно, набирают шорты. Очень нехило, из 5800 посмотрим тоже, чё там набито будет твориться, как они будут открывать, закрывать, ну, они плюс-минус 300 контрактов пляшут. Ну, сейчас, в общем и целом, всё очень-очень печально. Единственное, вот, чё, фандинг подразгрузился с сегодняшним падением, где тут фандоса только что был, фандинг рейд. Подразгрузили, вчера, также говорил о том, что был вчера, эфир 005, чаще всего в заметочку я себе помечаю, на медвежьем рынке, когда эфир нагревается, именно на битмексе, на битмексе, байтмекс, или как там. Короче, он начинает запиливаться и скамиться. Вот, сейчас вроде как подразгрузили, вообще многие альты, как бы, снова у нас в отрицательном фандинге. Так и будут давать свинг, ложная надежда, дамп. Свинг, ложная надежда, дамп. Всё это кончится не аккумуляцией, а, так скажем, дезаккумуляцией. Я думаю, что ещё потом массово всё это сосками. Ну, короче, ждём репортов. Завтра они должны, скорее всего, обычно они в субботу, в воскресенье отчёт, бывают, запаздывают. Посмотрим, интересно будет посмотреть. По лимиткам на финики влетают. Очень здраво. Видим, влетели чуваков, их соскамили. Их ликвиды раз забрали, их ликвиды, а, ещё не забрали нижние. Тут ещё одни лунгустические челики влетели на битме. Тоже, как бы, для меня очевидно, что их пойдут скамить. Ну, хотя надо смотреть, опять же, как закроется неделя. Прорвали тут лимитки. Снизу лимиток, ну, остановка 38 тысяч будет, скорее всего, какая-то тут лимиточки висят. Ну, в общем, и в целом помним про бестамп наш знаменитый, на котором царь лимитка на 30 тысяч. Я думаю, что рано или поздно её поедем прорывать. Ну, в общем, ничего хорошего вот в таких вот поддержках, да, у колокотых, которых колбасимся, нет. Чаще всего их прорываем. И, кстати, очень красиво, так скажем, их обычно долбим-долбим-долбим. Начинаем с разгона, пробуем, и уже там со второго раза пролетаем. Но сегодня скам, не знаю, будет ли или нет, потому что сегодня всё-таки пятница. Закрытие сегодняшнего рынка будет, ну, примерно откроемся на тех же значениях. То есть, например, как на CME. То есть, если мы закроемся сегодня под текущей поддержкой, думаю, что и, как бы, продолбим всё и в выходные. А так, в общем и в целом, ничего хорошего нету, то, что мы тут около поддержки этой тусим. Это, в общем и в целом. Радио 68% плохо, крайне отрицательно для рынка. Ну, очевидно, что вот здесь имеем какой-то рейндж, выползаем из рейнджа, получаем там верхнего блока 50 ратио, здесь 68. Но рано или поздно мы, так скажем, сделаем несколько свингов и уже там накопим ратио под 70 и просто полетим, так скажем, в прямой полёт начнётся. Помимо всего, бирж, ой, бирж, говорю, CP500 очень скамно выглядит. Далим сейчас. Очень-очень скамно выглядит. Прям, ну, удручающе. Тут ещё, ну, головы и плечи очень красивые были бы, да, по норме отработки. Но тут плечо правое не должно быть выше левого, поэтому это не идеальный гиб. Ну, суть в том, что покупатели бьются, удар ещё один, попытка выхода скам. Ну, чаще всего, опять же, посмотрим, например, такие паттерны на фанде. Ну, можно где угодно взять, вон, хотя бы русскую фанду берите. И, конечно, ну, это глупость сравнивать. Я просто хочу показать паттерны, примерно, как они работают. Они работают на всех. Вот сейчас это работает на тенёк. Если взять, да, Сбер. Да, в принципе, все работают. Этот, адобе. Вот, ну, не так, конечно, красиво, но плюс-минус. Да? Стадия консолидации. Стадия консолидации. Попытка выхода, да? Ну, тут через двойную вершину больше пошли, хотя вот тут тоже можно посмотреть двойная вершина. Ну, суть в том, что, видите, как скамимся просто, ну, обычно, видите, как выглядит бычий рынок? По чуть-чуть вялотекущий, вроде вверх, вроде вниз, ну, что-то непонятно. А тут потом раз, пошли на ТХ. Да? А медвежий рынок, он выглядит вот так вот, просто. Ну, падаем блоками. Падение, поиск ликвидности, падение, поиск ликвидности, падение, поиск ликвидности, падение. Вот, поэтому по CP500 ничего хорошего я не вижу. Единственное, конечно, хотелось бы вот такое хотя бы что-то, получить попытку какую-то. Выходы из ренджа. Надо поиск ликвидности. Ну, и по фундаменталу там ничего хорошего. Байден, Биден говорит, что инфляция у нас из-за спецоперации на Востоке. Клоун. Ну, по сути, ничего вообще хорошего на следующей неделе, вот, я не жду. Я думаю, что очень будет большая череда. Наш РТС, да, наш российский рынок понимает, что денег не хватит на выкуп всех компаний, которые есть на РТСе. Ну, в смысле, российского фондового рынка сейчас в панике ищут деньги, потому что какие-то баксы у них есть, раз они населению, хоть и с большими комиссиями, но дают покупать, продавать. Например, евро, франки, вот это все-все, его нету, налички нету, они, можно сказать, сгорели на счетах из-за мороженой. Вот, а что будет с РТС, думаю, что ждут, когда вольнется Америка, и чтобы, так скажем сказать, ну, рынок обвалился, поэтому и РТС добили. Ну, на самом деле, там вообще просто жуть. Вот, ждем. Хотели сегодня 11-го, но не открыли. Хотели, видимо, на один день открыть перед выходами, посмотреть, как проторгуются, но есть какая-то информация. Кстати, наверное, в небиржевых торгах там происходят все равно сделки. Это нам не разрешают физикам торговать, а на самом деле вне биржи происходит огромное количество сделок. Насколько я знаю, там на миллиардные сделки, они же обязаны выкладывать на сайте Мосбиржа. Вот, ну, короче, будет очень весело на следующей неделе, я думаю, что и по американским акциям, по российским акциям, но и в крипте целом. Потому что крипта не станет исключением, тот, кто верит, то, что пойдет в контртренд крипта, я не уверен. Первыми будут избавляться от рискованных активов, ну, из них и так уже повыходили, но я думаю, что люди, у которых там не будет хватать денег, вот многие говорят, вот, россияне понесут деньги в крипту. Извините, а что нести-то там, у нас там средний депозит в России, по-моему, 40 тысяч или 50 тысяч рублей, что ли. Вы что хотите, чтобы вот эти физики с 200 долларами, или сколько там уже сейчас долларов, сделали погоду на рынке, ну, это бред. Поэтому все в рамках всех циклов, которые уже биток проходил, да, то есть 200-дневные циклы, вот мы сейчас имеем, ну, вот, примерно такой же цикл, как в 2014 году. Повышение, снижение, потом криптозима, очень сильное давление. Ну, просто надо готовить, те, кто хочет там в крипте стать ультрабогат, как и у гостов говорят, надо готовить просто очень много денег на будущее. Ну, примерно 100 дней еще скама, 125, получается, дней скама у нас по текущему, вот в этом блоке условном, да, и еще там примерно 200 дней полировки дна. Да, тут то же самое было. Не пропустите акцию неслыханной щедрости. Давайте смотреть. Что у вас в коментосиках? Спасибо за обзор, мужик, порекомендуй, порекомендуй, пожалуйста, книги, курсы, любой обучающий материал, который ты изучал. Завтра утром буду ждать ответа в конце ролика. Порекомендуй, пожалуйста, книги. Из книг я не... А, Томас Демарк. Томас Демарк. Теханализ, новая наука. Хорошая книга, я ее до сих пор до конца не прочитал, но прям взорвет мозг. Единственное, он очень дигитал такой, по мере написания, прям кипеть начинаешь через несколько минут прочтения, очень много умных, там, заумных слов. Но это классический трейдинг в том виде, который он должен быть. Я думаю, что это обязательно читать, кто хочет залететь в трейдинг. Плюс там по всем его главам есть индикаторы. Курсы, курсы, не знаю. Вон у нас Руслан сидит, Дрочный Костевич, Екатеринку, Катюшку. Я не знаю, я ее не смотрю. Так, раньше, год-два назад, что-то поглядывал. Не знаю. Из курсов. Ну, говорят, типа, Герчика, можешь прям скачать бесплатно, посмотреть Герчика. Он хоть там и веселый одесский еврей, или как одесситы. Ну, короче, это иногда приколы, там, у него, он там, миллиардер и так далее. Но, в общем и в целом, среди вообще всех русских курсов, наверное, ну, так скажем, более-менее. А, ну, это, если прям VIP-ку хочешь. Не знаю. К ТТ-шникам Геры и Андрюха, нормальная VIP-ка. Ну, правда, сейчас у них, что-то там, она долларов 80, я не знаю, сейчас она у них есть ли вообще. С Герой мы разговаривали, но что-то про VIP-ку. Ну, да, по-моему, она у них есть, потому что, ну, короче, не знаю, что-то новостей там мало. Из курсов, наверное, больше вообще никого не знаю. Я любой обучающий материал, который ты изучал. Еще можешь прочитать, так рад, приколы художественные, художественную книжку. Воспоминания Бежоу Спекулянта очень интересная. Но там прикол в том, что надо прочитать сначала книжку, а потом биографию этого автора. Очень красиво, там классно все написано, как человек переживал. Но в итоге надо помнить, что этот Спекулянт остался в Канаве, там, короче, закончил Канавой. А, не, повесился он, да, то есть очень много заработал денег, потерял, зарабатывал, терял, и в итоге, короче, повесился. Что еще почитать? Я не знаю, там много всяких книг интересных, я еще не прочитал. Называется «Одураченные случайностью». Ну, на Сим Талеба можно так почитать, тоже нормально зачесывает. Не знаю, как тебе сказать. Я думаю, что книги и трейдинг, это, знаешь, как книжки и бокс. Ты можешь в книжках почитать, как там Мухаммед Али хуярит по груши. Ты можешь там посмотреть, как Макгрегор дерется. Но ты же никогда не будешь драться, как Макгрегор, если будешь просто смотреть и читать. Это надо делать. Как бы Мухаммед Али, почему он был великим, если я не ошибаюсь? Мухаммед Али, да. Он тренировался, просто приходил к тренеру. Тренер у него там не топовый какой-то там супер-пупер мистер Олимпия. У него был, ну, такой обычный хороший тренер. Мухаммед Али тренировался, приходил к нему, спрашивал, как, что-то, как, правильно ли я делаю, и уходил опять тренироваться. Тренировался, тренировался, тренировался. Книжки, они как бы больше задают направление, чем путеводная звезда, там, инструкция, делай раз, делай два, делай три, профит. Поэтому, блин, не знаю, что тебе насчет книжек сказать. Это такое, то есть надо обучаться, учиться, риск-менеджмент, там, всякая хера. По риск-менеджменту, кстати, у нас многие выпускают, у нас многие любят истории, как там ворваться с двух ног. В какой-нибудь трейд, а по риск-менеджменту, что-то книжек-то я даже не знаю, хотя это вот одна из самых важных. Так, многие альты сейчас в просадке 80-90% при эфире 2600. Ты говоришь, что эфир идет на 2000 ниже. Если эфир сходит на эти показатели, что тогда будет с другими альтами? Хана, все, пизда, Dolchwein, Bitte, Achting. Очищается рынок, я вам скажу, что такое сейчас происходит. Это происходит очищение рынка. Такое же очищение рынка было, условно, где у нас там, сейчас пока я тебе точек включу, но без тампи. Такое же ощущение, очищение рынка было вот здесь. Единственная только разница, у нас вот в крипто осени, вот в этом диапазоне, был очень сильный альтсезон. Альтсезон, сейчас у нас его нет, ну он есть такой формальный, что-то сейчас сфинги какие-то, альттвт и другие альткоины. Но особого альтсезона сейчас нету, это вот единственная разница. Происходит очищение, вот здесь вот начали ICO скамиться очень сильно. Здесь уже средние криптовалюты уехали. А вот здесь уже там флагманы, там эфириумы и так далее сложились. То же самое сейчас происходит. Сейчас как бы, так скажем, весь жирок сначала заплыл, да. Здесь вот там, сейчас где, вот здесь вот. Здесь сняли всякий жирок типа NCA, CRV, во все, что я инвестировал. Здесь будут снимать, я думаю, уже второй эшелон, да. И потом первый эшелон просто весь уничтожит, ну в том плане в цене. Даже Виталий Бутерин, видя как всякая ShibaCoin хреначит, он сказал, нам надо криптозиму запустить и очистить рынок. А, нет, он сказал, как бы хорошо было, было бы криптозима, что-то такое там, не помню, Виталий сказал. Поэтому происходит глобальное очищение. И если вы хотите купить, надо покупать очень дешево будет, ну очень дешево. Я думаю, что бит ниже 28 тысяч вполне реально. Вот. Если, так, это я прочитал. Ну короче, это нормально, да, это нормально. Я не знаю, ты с какого года торгуешь. Я просто застал, ну точнее, все циклы там с 16-го видел года, я застал с 17-го и 18-го, я просто видел это, как все происходит. И был инвестором в тех монетах, с которыми это происходило. Поэтому опыт какой-то, не какой-то у меня есть, ну примерно понимаю, где мы сейчас. Очень помог твой учешник комментирует данный, что рост ратио 69%, ну вот он был 66, а даже не дергался. Да, если ратио набивается до 66%, особенно вот на такой бибе, ничего хорошего нету. Это почти наверняка скам. Позволь высказать свое мнение по битку. Пользуюсь основным стандартом индикатора и облако шмоковой версии АМЕКДИ. На месячном ТФ биток находится в последнем рубеже поддержки. Большая объема, которую биток получил, это получилось в 21 год, где удержу этого сейчас и было. Разделяю точку зрения канала, больше вероятности канала. Спасибо завтра за интересное, пожалуйста. Подскажи еще, пожалуйста, где лучше торговать валютными парами золотом. Золотом я не торгую. Золото единственное, я покупал физическое в свое время в ломбардах. Но сейчас у меня желания никакого золота покупать нет. Я даже не знаю, что с ним творится. Это так вот чисто черный день, как диверсификация актива. Поклонником золота я не являюсь и так далее. Валютными парами я, ну как вот, спотовые, если там не фьючерсные какие-то гонять. А на споте я на Тинькофф. У Тинькофф инвестиции, можешь ссылочку там дать, там тебе какой-то бонус дадут. Мне бонус, но там сейчас комиссии 12%. Где вот на Форексе, я еще честно не знаю. Если подскажете, кто там на Форексе долбает в нынешней ситуации валюту, был бы рад посмотреть. Так. Подскажи, пожалуйста, разбор по вет. Только локально, то есть это только экспресс. Сильно углубляться не буду. Что там по вету. Блоки. Ну все, тут хана. Вот. Следующая, так скажем, цель по вету. Это единственное, что я тебе могу сказать. Ну вот еще и здесь будет остановка. Я думаю, что... Вот здесь первая остановочка, отскок. Да. Вторая остановочка здесь. И возможно даже... Сейчас растянем профиль объема, где у нас... Уход под профиль объема. Ну да, уход под профиль объема. Я думаю, что ультра Magic Scam. Ничего хорошего по вету я не вижу. Ну, может, конечно, не как я прям написал. Я думаю, что такие запилы могут быть и так далее. Но суть одна. То есть если и покупать, то либо чуть выше над профилем объема 0,7, да, там 0,68. Либо куда-нибудь над профиль по очень... Низко... Я не знаю, опять же, надо смотреть по фундаменталу. Это что у нас, крипта, не крипта. Это обычный крипта, не дефи. Не знаю, что. Дефи вообще отмирают. О, так ты живой, а не буду. Шутка для тех, кто в теме телеграм-канал. Будешь заполнять каким-то контент-прогноз, сделки, рекомендации. Благодарю. Да я заполнял. А толку-то? Только лишние вопросы появляются. Там график выложил 50 тысяч лишних вопросов. Еще другой выложил 50 тысяч. А почему тут? А почему так? А, понимаешь, я уже объяснял кому-то. Короче, когда ты входишь в крупные сделки. Вот, например, летом, когда я входил в сделки на 8 битков и так далее. На понижение, на шорт. Твой разум должен быть идеально чистым. У тебя даже какой-то комментарий в канале или в телеграм-чате может изменить ход твоей мысли, направление. Ты начнешь там сомневаться или еще что-то. Мозги должны быть кристально чистые. Вот ты входишь, представь, на 8 битков. Ликвид, там, 500 пунктов вверх и все, у тебя ликвид. Очень муторно. Не знаю, вот там 6 битков, например, я беру. Ликвид, там вообще какой-то был. Косарь всего. Вот косарь наверх пойдет, биток косарь. Все, ликвидация депозита. А фьючерс, ой, этого. Ну да, фьючерс получает. Летом сижу и какие-то, ну, дурачки там начинают. Там что-то, а вот почему ты встал в шорт, а еще что-то. И, ну, эти вопросы, может, хочется послать нахуй и ничего не объяснять. Либо, ну, какие-то начинаются... В общем, нездоровые телодвижения, которые мешают тебе нормально провести сделку и все. Вот, поэтому лишний раз выкладывать, это лишний раз нервы, лишний раз какие-то мысли в неправильном направлении. И поэтому я не всегда это делаю. Вот. Если у меня есть там желание, типа, мне, например, пофиг. Вот, но по Фосагра, например, я выложил, потому что я уже там набрал позицию. В стакане мне никто не будет мешаться. Вот. Выложил, ничего страшного. А вот так вот, сделки, к которым я серьезно отношусь, я, наверное, выкладывать такие не буду. Ну, просто, возможно, выскажу свое. Я вот, например, высказываю многие позиции по битку, да, и встаю в сделку, но не говорю о том, что встаю в сделку. Вот. Это уже сам должен каждый сам принимать решение. Потому что каждый раз, когда ты там входишь в сделку, ты начинаешь там... К тебе пишут люди, которые, возможно, зависят от твоего мнения, да. И они начинают спрашивать, а чего, а как, а тут, а там, а там, а ты здесь, блядь. А где стопы, а где тут. А по сути, надо уметь самому. Я тоже вот раньше писал, кто-нибудь там входит, пишет то, что вот биткоин там будет расти, а я человека заебу до полусмерти. Чего там, как надо входить, как, что. И я вот сейчас понимаю, каково этого человеку было, когда я его там заебывал. Как бы вырабатываешь свой стиль игры, играешь и никого не спрашиваешь, никому не делаешь мозги и не хочешь, чтобы тебе делали. Вот, наверное, поэтому я сейчас меньше заполняю. Раньше-то я вообще, прям вообще писал, когда тут было несколько человек в канале. Я выкладывал это, это и гифочку там, как танцуют, и то, и сё. Вот, как перевесила какая-то критическая масса, начались уже как бы с этим проблем, слишком много вопросов. Вот, как всегда, всё по делу. Кстати, а как это пропустил? Обычно на ютуб, короче, даже микромат банит. Фига себе. Как я рад, что у манипулятора так хорошо получается убеждать толпу людей, что сейчас медвежка. Значит, скорее на 100к полетим. Да, манипуляторы, падлы. В мозг вошли, собаки. Блин, по 125 выпал. Сэнкс, какой-то школьник в обзоре? Крипто трейдинг ньюс. Это кто? Заработок в интернете с нуля. Биткоин, дамп монета. Давайте посмотрим. Всем привет, меня зовут Тимур. Привет, Тимур. Сегодня я хотел решить сделать видеообзор. Ага. А сегодня я делаю видеообзор, потому что у меня ноутбук, сломался. Ну, блин. Тимур или как-то там. Чего у тебя ноутбук? Здрасте. Посмотрим биткоин. А сегодня посмотрим биткоин и один монета. Монета супер. Сегодня рынок очень скучный, потому что... Рынок скучно, а хочешь нажим по горлу проведу. Анжуманя бегит. Вот это не школьник. Кстати, подписываемся, а у чувака что-то мало подпис... Чего? 2000 подписчиков, 31 просмотр? Что-то ты походу накрутил, молясь. Дам монеты, несколько иксов. 58,000 и 59,000 и все равно 33 дня мы не закрепились. Три мины. Эээ, слющий плиточку положим. Ладно, чуваки. Всем до новых встреч. Да пребудет с вами прибыль. Надеюсь, все у всех хорошо. Всех здравия. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok